всем привет и сегодня мы будем отвечать на супер-мега противные злостные комментарии уважаемые фанат уефа вы кринж я копирка у меня уже морщины губы вниз свисают никита тёлка будет ему какая-нибудь милка такая у нас были и разборки и кто-то там менялся там парнями девушками и так далее с одним постречалась потом все они расстались через неделю она с другим чем вы вообще думаете по поводу я считаю что все хейтеры просто это доп пиар скажем так они пишут комментарии выливают свой негатив в комментариях а платформы соответствуйте о на него реагирует надо дать просмотров и соответственно это видео стоит по раз таки из-за хейтеров людей становится вообще хейтер это просто по факту диванный критик который сам ничего не хочет делать не такой какая ты херов я никогда в жизни вообще не читал комментарии как будто вы не просто мимо типа глаз пролетают что-то читаю и там именно именно хейтерский не читаю вообще у меня просто пролетают они мимо глаз нечего пишет типа что ты какой-то кричит это вот так делаешь про сердечко типа отправляю не там еще больше бесит меня вот всегда хейтит за то что я снимаю не скиры я не удивлюсь если вы даже в этом видео я сижу вот рядом с кристины не скажешь фу отсядь от нее пересядь на место кира и правда а как вы вообще сами может быть кого-то ханить или было такое я не я никогда не в комментариях вы писали нет я я мог но это типа не хэйт был я просто мог написать и поугарать в шутку написание вообще никуда я иногда вижу и кристина нам в лицо просто да я обычно в лицо все говорю не лично все равно вижу ролик такая если не интересно пролистнула зачем это писать это же я обычно не пишу а в мыслях у себя проворачивала у людей которые это пишут и прикиньте это надо все написать этот комментарий потратить свое время но они тоже иногда смешные бывают на типа я прямо иногда про жаско всегда интересно читать хейтерский когда пишешь такой зачем ты мне это пишешь они такие ой не прости пожалуйста это я же их не читаешь ты же ему не отвечаешь и не читаешь я же отвечал мне написали хейтерский комментарий я ответил у него с добром грубо говоря или такая поддерживающим такой написал метки ты заметила вас тоже такое было я предлагаю начинать кто за поднимите руку прогнулся любимая ну любимая сюда сюда я хочу рассказать я хочу рассказать мы повторили один видос по угару реально ребята это репост или они поддержали вообще мега все супер классно мы то есть нормальных отношениях и цуефа фаны цуефа накидали на 20 тысяч жалоб и нам заблокировали вообще аккаунт общий в лайки но потом слава богу вернули это ужас я вас разочарую мы просто угораем мы с ребятами хорошо общаются общаемся они тоже понимают то что мы просто по угару и копируем и смотрим на ваши хейтерские комментарии крутой видос давайте сделаем так что если вы думаете что у нас нет своих идей выйти по праву просто еще наверное играет тот факт что две команды у нас тут команда по сути самые крупные в лайки вообще крупные в лайки до две команды и получаются люди пытаются найти какой-то подвох уважаемые фану цуефа я не боюсь говорить свое мнение я говорю такой как он всегда за спиной говорю я считаю я считаю искренне так нет ни в лицу скажи им не все естественно те кто накидали нам жалоб из-за вас у нас неделю него прийти на этот ролик давайте решим просто мы никого не копируем фану цуефа всем привет кто смотрит этот ролик а делайте эдиты мы вас любим вот короче а была такая ситуация недавно сняла очень крутой попчик его разобрали моментально на нарезке а то что типа вот я копирую милан там артем же и никита давида короче была вот такая вот тема вот но хочу ответить на это то что мы с миланом чем с пять лет даже может быть сейчас уже больше вот я не думаю то что она обижается на то что мы берем их идеи наши идеи также берут мы к этому спокойно я не говорю что именно они берут наши идеи но в принципе да кто-то вот поэтому это нормальные принципе да каждый у кого-то берет какие-то идеи я не понимаю почему придрались именно давайте разберем теперь ситуацию киры и леры когда к этому относишься каждый раз сравнивают я согласен по этому я хочу чтобы она в лицо всем смотри лера тоже снимался ваше час и признайся я копирка леры я без него я без давай признайся признайся всем расскажу я копирка лера да я копирка лера зафиксировали поехали дальше подождите подождите я расскажу лично свое мнение как я считаю это началось короче еще год назад начали писать вот эти комментарии и так далее потом это как-то утихло и сейчас наверно самый жесткий хейт моей стороны по поводу этого но мы виделись с лерой мы даже это как-то обсуждали вот уметь если честно без разницы но в моментах когда начинают мне слишком много писать я закрываю просто комментарии не реагирую на это да ну да моментами мне реально обидно потому что видос или одежду я какой-то одевая или по тот же звук снимаю хотя эту одежду абсолютно носит даже та же самая соня кристина а когда я одену эту одежду или сниму под какой-то там звук то все кира копирка и меня это немножко задевает поэтому даже кстати линзы я покупала кори короче чтобы не слишком сходиться с ней но в итоге даже когда я одевала линзы как-то меняла прическу и так далее все все равно пишет то что я копирка люди не умеют воспринимать факт что у кого-то все получается и кто-то быстро летит растет вот кто-то стоит на месте и пишет эти комментарии не ну слушай если человек написал чё за нами соответственно он его уже увидел и узнал и в следующий раз он опять напишет ноунейм а потом уже просто свыкнется то что он заживет своих рекомендаций такой типа блин а он прикольный соответственно это значит то что мы чуть-чуть начинаем быстрее расти и подниматься выше и выше о чем может интерес к я видала рахина его знает абсолютно все у него такие заметные треки и до сих пор пишет чё за нами да это просто но это же я думаю что это даже как мем употребляет мне кажется это реально употребляется больше как мем потому что когда ему написали это и все комментарии вот эти я думаю просто написать только какой-нибудь карнавал который реально знает все просто рэперов я тоже не могу сравнивать на что рэперов рэперов знают все по трекам я вот к примеру ни разу не видел даже я он идет не как рэпер я его лично знаю арахима абрамова я его лично знаю один из а его и ссори но я ее знают я его знают блогера а потом я начала уже после того как узнала слушать его треки это же офигенно привела это как аргумент ну даже таким людям которые реально выше нас пишут до сих пор чё за нами ну да он метр восемь я именно про это особенно больше не перейдем к следующему комментариев я не понимаю кстати откуда эти выводы делают честно наверное потому что крисины мне каждый видос то швыряет и толкает и терять вот допустим ролики на роликах я также могу говорить и про никиту и про кристину и про мусима я также говорю просто вы сами как-то сопоставляете эти факты и такие все они и унижают они не любят это просто подруги но вы разве друг друга не бьете вот подруги друзья типа я дерусь мы также рофли на динаде никита я вообще не будем чему никита до сих пор никита не пишет хотя над никита намного мне кажется сильнее рофли просто это не снимается если бы это снималось ребят мне кажется мы больше всего соня любимый скатся кто так считает сначала софия сафарова потом уже ариана гранде какая софия сафарова кроме российских звезд ольга пузова сначала сначала соня потом ольга пузова сначала скорее потом уже ольга пузова вали карнавал юля гавриевна если честно ребят это все реально рофл особенно когда друг друга говорим что-то но вы уже видите что мы смеемся значит смешно даже если один посмеялся за для меня это разрыв я про меня ребят у меня уже морщины губы вниз свисают как бы что у меня с макияжем нет типа он у нее так никак у других девочек у него первых она индивидуально на ней идет наоборот говорю что это хорошо типа у нее реально прикольный макияж у нее вообще лицо отличается как мне объясняю я когда снимаюсь без макияжа опять же это относится хейт мне говорят старуха когда я делал макияж на такие ребенок ребят я вас иногда не понимаю в чем проблема они кстати красят быстрее всех девочек всегда сюда и собирая и собирается за террально быстрее все если мне говорят что через пять минут выход я могу просто вот так спонжиком поводить худак одеть и уйти и поэтому артем каждый раз когда кристина спускается со второго этажа говорит богиня ни разу так не говорю вот так он говорит я говорю артем почему ты мне не говоришь ну потому что худаки в штанах ни разу так не говорю вы вырезаны из контекста согласен согласен вот с этим я полностью согласен я записался в зал я уже отходил где-то пять-шесть тренировок и четыре тренировки сходил у тебя не ходит уже недели туда я болею мне сломали режим и поэтому я сломаю я сломал режим я сейчас просто немного заболел мусим я не знаю почему мусима называют дрыщом вы видели его без кофты без футболки вот этот тип нормально накачанная я признаюсь я дрыщ поэтому я качаю делать типа дрыщ но вы худые потому что мудрощих без мышц нет на самом деле у них у всех есть кубики просто у них телосложения это не показатель накачанности кубики и побегает два дня все у тебя просто короче я вам объясню то что вес не набрать не так уж и легко в плане того то что а элементарно когда ты очень сильно стрессуешь ты очень много теряешь веса как бы ты не старался если у тебя нет нормального режима и соответственно если ты блоге у тебя никогда в жизни не будет нормального режима и плюсом из-за стресса это все накладывается все перемешку и как я я мне не стыдно признавать я лайкер я прям вот типа есть я позиционирую себя не как тиктокер а как лайкер потому что у меня больше аудитория в лайки и фан база больше лайки поэтому я лайкер я лайкам не типа лайк где кто считает что лайк речь ребята посмотрите в зеркало кстати у кого сейчас реально такое мышление что лайк это конечно кажется тик ток 2020 год где ты вообще полностью с артемом согласен мне тоже лайки больше птичка поэтому я я я признаю вся россия это самое лучшее приложение лайк я люблю а также еще в к подписку должен был не киска первая шпала 2 мелкие трети не все определить у него еще ребята раньше знаете как вы буквально полгода назад был стиль и когда уходил таких штанов клетчатых вот сюда цель а это реально не scream он в них вообще-то охрененный стиль между прочим стиль офигенный был я вам отвечает и согласен мне не нравится то есть что я тебе эти вы угора идут в лицо говорю меньше также ходит но у него не сила вычу угараетесь что не говорю просили говорю про шторы мне не очень нравится нет подожди амирчик у него больше корейский стиль и у него кудри очень сильно влияет прическа типа у тебя было шторы и вот этот образ типа вроде образ амирчика а вроде типа это красиво вы видели вообще нефоров ставьте сюда фотку нефоро вот реально это у которых вот такие волосы которых вообще лица не видно меня просто не это ну вообще это растяжимое понятие для меня не про это просто люди которые типа ну как будто бы клинжи не турни это не обязательно чтобы длинные волосы клещи то эти сережки вот вот это это хороший лук лук хорошую башка водолазка что это со шторами да вот что не образ хороший образ хороший но не с этой прической бацет и был бы вообще замечательный просто возможно у меня не такое понятие нефро ну естественно у каждого субъективный ты сейчас покажешь лысого какого наканченного типа а вот и кто судя свое свое необъективное мнение по поводу обуви и одежды вы кринжи потому что люди которые судят по обра по стилю сюда 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 то чувство когда первый из них взял вот эти болезнь у меня самые большие у меня самые большие кроссовки в хаосе и это круто это выделили для меня для меня это признак то что я выделяюсь он и так высокий он просто на 30 метров рассказываю историю я когда жила в саратове еще у меня были большие кроссовки филла там то есть была подошва но не филла короче как но они прикольный блин вы его велике а его на хайп его ну вот да 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 ну короче не помню фирма но они были крутыми и на них была подошва большая у меня вот и короче когда я гуляла с какими-то людьми такими статными которые типа там выжил у меня по статусу они все боже я прям это помню это вообще они на меня вот так смотрели типа с ног до головы и ржали с моих кроссовок а я думала это модно даже не то что модно типа у меня был тогда маленький рост вот они все были высокие я я после этого кстати не нашел больше высокие кроссовки у меня реально какая-то травма что ли если только не какие-то каблуки ли не прям супер дорогие крутые кроссовки недавно живут московые каком-то дтч шли не популярно потом просто люди отлетали от артёма не видели его кроссовки они просто там или артём идет все падают все падают артём или это все часто но просто мне очень нравятся большие кроссовки я не могу не могу ходить ванс я считаю что типа ванс это точно моё не могу ходить типа просто в найк ах вот эти вот которые маленькие смотрите у меня у меня короче это эти форсах типа я не могу уходить у меня мне больше нравятся большие я двигаюсь на найках блейдерах данный момент обычно я двигаюсь на вот это кринж мне нравится вообще это самое мне нравится это а это минимализм я люблю кроссовки это следующего отвечать я считаю что это абсолютно неправда так как у нас нету изгоя в команде да и в принципе считать изгоями в 2024 году у людей как будто ки немножко cringe сейчас же популярным делом в принципе то что когда вот пишут допустим что в мешочке там все пишут под этим комментарий изгой изгой типа я имею в серьезном плане изгой но я считаю что это сделала конечно ее поступки но человек человеку свойственно ошибаться неправдивые поступки человеку свойственно ошибаться и поэтому я прошу ее извиниться перед да мы все любимые не лезьте в чужие отношения разберитесь со своими она растит своего будущего во первых я маме во вторых меня заставляют это делать согласен я на самом деле у нас нет права выбора а давайте теперь спросим как никита к этому относится никита ребят к сожалению мне ничего другого сказать нельзя поэтому положительно я ее держу говори говорит говорит ему нельзя ничего сегодня говорить мы после съемки едем все вместе я за тебя спинусь там не ничего не поможет после съемки ребят поэтому это бить буду все расскажем нашем телеграм-канале а ну просто мусим мусим копирка н.к. да мусим копирка н.к. и реально но это да это не хэль но это типа поняли артикул на шорт кстати на эти шорты нет артикула кинь-ка артикул что ты берешь кинь-ка кинь-ка артикул я вам отвечаю нет ссылку тогда ага я помню я помню единственный раз мила футболки в какой-то там который реально дорогую купила пишет скиньте арту футболка не просто они все думаю что все на ВВ продают даааа у меня вот то же самое я думаю не согласен максимально никита смотрите объясню дай никите сказать я свое мнение скажу уважаемые хейтеры никита не телка просто его стиль общения такой манерный а ты откуда знаешь дай никите сказать никита говори пусть им скажем вот это мое мнение вы можете скажем свое мнение никита манерный образ жизни типа мне безумно нравится как он себя везет вот так вот это добавляется в такой серый мир капельку чего-то красочного кстати ребят я согласен это я вам могу сказать что буквально через пару лет ты согласен что ты телка нет я согласен что у меня есть манерность типа и это я вообще не отрицаю это я даже в некоторых моментах может быть я специально делал потому что я считаю я считаю что это очень крутая фишка и за то что меня за это хейтит хейт это тоже пиар вот и я знаю что всю жизнь таким не буду типа я буквально через пару лет когда у меня пройдет вот этот вот подростковый период я все равно поменяюсь мне кажется он прям этот масик короче будет ему какая-нибудь милпичка купи мне за и я тебя суждаю вырезаю это насчет про себя говорит нет да мы его тоже не любим ребят кстати я кстати очень мало комментариев таких я вижу реально я кстати тоже про хаус я очень мало вижу что вы кринж хаус типа никогда не видел ребят мы единственный хаус в лайке кого вы еще можете вообще увидеть мы в принципе единственный хаус сейчас да многие типа могут говорить что нам карина кросс сказала или да вроде карина кросс что мы единственный хаус да мы в принципе единственный хаус хайп хаус был последним он распался все все остальные на уны вот смотрите недавно был комментарий никита телка понятия мужикам мы разбирали вот это понятие мужика что ноги волосатые или же без разницы понятия ну а зачем тогда писать ну блин это право мужчин и Country блин что это есть если побрить то будут писать у них самые хринж и худшее хаус в будущее тиктока и вообще существование хаус я полностью согласна конечно мы не такие habl까요 мы вообще согласны мы не такие нет нет на самом деле просто кажется что типа нас сравнивают с хаусами которые были в то время и мы делаем сейчас вообще не то ну не то что было в то время популярно мы делаем то что сейчас популярны и за это нас не с кем сравнить и они говорят что типа мы кринж что типа те блогеры до двадцатом году от них вообще был абсолютно другой вайп сейчас блогер от них вообще если мы делали то что вот если бы сейчас делали то что они делали тогда вы писали что мы вообще не будем это делать это заходить вы думаете будем снимать такие социалки ау нет не актуально девочка сделайте давайте делаем вот так и подправь под песню правда да давайте три четыре лица мы бежим с тобой как будто от гепарда ребят просто возьмите например вот у вас компании есть и вот там 10 человек то мальчик девочка мальчик девочка я уверен что у вас тоже там капец какие драмы происходит то что вас там кто-то с кем-то встречается кто-то с кем-то остается кто-то еще что-то делает у вас там разборки практически практически каждый день просто вы это не выносите медийные поле потому что вы выносим это потому что мы блогеры это наша работа нам нужно показывать всю нашу жизнь мы не хайпажоры ребят еще раз говорю потому что это мы просто очень мы просто показываем всю нашу жизнь так как у нас реально происходит вы даже не представляете что бы было если бы показывали просто все что у нас происходит просто мы очень много не показываем и тогда мне кажется нас вообще в общем так пишут люди типа нет друзей или компании почему они ну вот вот я до хаоса до вообще блогерства был в компании у нас каждый раз собой было у нас были и разборки и кто-то там менялся там парнями девушками и так далее с одним постричалась потом все они расстались через неделю она в другим я кстати вот это подтверждаю потому что я символ в одной компании это реально все происходило вы считаете типа если бы мы были ненавидели друг друга мы смогли жить в одном доме или вот как-то изменять такого ну типа главное доверие друзья ну что спасибо вам огромное за просмотр этого чудесного ролика ставьте свои лайки комментируйте а еще мы ждем очень крутых эдитов и нарезок всем пока